Всем огромный привет! Не очень удобно, конечно, тут камеру держу. Решила просто маленькое вступление сделать к следующему ролику. Вернее, к следующему ряду роликов. Как я обещала, я сняла Перлы Максимкины. Это такие смешные высказывания, когда ребенку было 3-4 года. Даже, наверное, с 2,5 он начал смешные какие-то моменты говорить. И я это записывала. Очень жалко, что записывала не все, но то, что я записала в свое время, оно сохранилось, и я хочу это зачитать и себе для памяти. И, может, кому-то будет интересно. В следующих роликах, в следующих частях я не буду уже делать вступление. Оно будет одно перед первой частью. Просто я в нем хочу, что пожелать. Девчонки, у кого маленькие детки, все, что они лопочут, что они говорят смешное, не думайте, что вы запомните это навсегда. Вы очень быстро все это забудете. А потом будет очень-очень обидно, что какие-то моменты ушли, забылись и канули в лето. Поэтому записывайте Перлы наших детей, потом это вам все пригодится, и самим детям будет это интересно. Потому что их высказывания в детстве – это их уникальность и, может быть, показатель даже чего-то, каких-то талантов, может быть, какой-то одаренности. Ну, не знаю, но мне так кажется, потому что какой-то внутренний мир открывается в детях. Ну, ладно, долго болтать не буду. Я решила сделать эти Перлы более интересными тем, чтобы украсила их фотографиями. Поэтому мне показалось, что так будет интересней. Вам приятного просмотра. Прошу не судить на строго. Ну, то, что мне было дорого, я записала. Может быть, кому-то это будет не очень интересно. Или не все высказывания ребенка будут интересны. Но, тем не менее, я их сняла, и поэтому прошу оставаться со мной тем, тех, кому это будет интересно. А сейчас я прощаюсь. Приятного просмотра! В детской подозрительное затишье захожу. За компом сидит Макс и ест кукурузу, консервированную из банки ложкой. На столе сидит Кузя, наш кот. Около него полбанки этой же кукурузы насыпано прямо на стол. И с урчанием довольным тоже ее поедают. Меня даже не заметили мои артисты. Открываю дверь в подъезд. Выбегает Кузя и бежит на этаж ниже. Я за ним. Хватаю, беру подмышку, несу наверх. Макс выбегает и по лесенке карабкается на чердак. Я за вторым ползу, снимаю под вторую подмышку. Вношу свой клад домой. И так каждый раз. Однажды зовет меня мама с кухни. Прихожу, говорит. Погляди под стол. Заглядываю и застываю. Кузя весь изрисован красной краской. Художественной гуашью. Как в крови смотрится. И морда, спина, лапы и хвост. Макс, это что? Из комнаты голос увлеченный и совсем без раскаяния. Я рисую Кузю, мама, не мешай. Иду в комнату, а художник такой же, весь в красной краске. И Макс, и стол, и вокруг стола. Впервые я от шока не за фотик схватилась, а за сердце. Видимо, теряю сноровку. Долго я их отмывала. Кузя воды боится, все руки мне и задрал. Вот такие у меня художники. Максимка бежал по комнате, споткнулся, упал, содрал локоть. Вечером папе рассказывает. Папа, я так быстро бежал по полу, упал, содрал кожу на локте. Но ее уже не найти, она где-то на полу потерялась. И теперь там валяется. А у меня ранка. Папа, пожалей меня. Утром. Я. Максимка, да ты ж обсикался. Максимка. Да нет же, мама, это у меня просто трусики вспотели. Папа сидит, держит в руках микрофон. Максимка. Папа, у тебя микрофон так вкусно пахнет? Папа. Сынок, микрофон не пахнет. Пахнет-пахнет. Мама. Максимка, это от меня пахнет. Максимка. Мама, ты так вкусно пахнешь микрофоном. Максик в такси. Мама, а ты дверку на кнопочку закрыла? Да. Чтобы я не вывалился? Да. А если бы я вывалился, ты бы сильно плакала? Да. Потому что ты меня любишь? Да. Не переживай, если я выпаду, я куплю себе мотоцикл и вас догоню. Около месяца назад в ближайшем к дому ларке продуктов Максимка увидел на полке с игрушками машинку. У нас в продуктовые ларьки часто выделяют место для игрушек. Выгодно их продавать там. Мама, купи мне эту машинку с ушами. С чем? С ушами, закричал Макс и оттянул себе оба уха. Я посмотрела на цену. Это было очень дорого. Объяснила, что столько денег у меня нет на эту машинку. Мы ушли. Но Максимка так полюбил эту машинку. Он вообще крайне редко просит одну и ту же вещь. Обычно сразу забывает, что просил. А тут целых три недели упрашивал ее купить. И меня, и папу, и бабушку, и Катю, и Пашу. Даже почтальонку просил. И всегда очень смешно оттягивал себе уши. У машинки кабинка, смешная мордочка мышки. И правда, два круглых уха торчат сверху. Два дня назад Катя со своей свекровью Светой скинулись ему на эту машинку, дали денег. Максимка впереди нас бежал за своей покупкой. Я даже переживала, вдруг машинки уже нет. И он сильно расстроится. Но машинка стояла на полке. Максимка между ног покупателей пронырнул к продавцу и торжественно. Тетя, здравствуй, меня зовут Максим. На тебе деньги, дай мне машину с ушами, пожалуйста. И смешно оттопыривает уши. Очередь упала. Я звала его, говорю, чтобы встал в очередь. Но люди его пропустили. Как оказалось, эта машинка на батарейках. У нее светятся и мигают разноцветными лампочками колеса. Уши и глаза шевелятся. И сама машинка поет и танцует. Он теперь спит с этой машинкой. Купила вчера ему маленькую шоколадку, Аленку. Съел я. Максимка, а ты чего шоколадкой не поделился? Максик, мама, а ты хотела? Да, я бы тоже поела с удовольствием. Ну, не переживай, мы с тобой еще купим, и я тебе обязательно угощу. Договорились? Сегодня купила еще шоколадку. Угостила и меня, и бабушку. Сам, без напоминаний, помнил свое обещание. Говорю Максимке, поиграй с котенком. Берет две клюшки. Одну себе другую Кузе дает и ждет игры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...